Виктор Фёдорович Толкачёв 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 как можно защитить журналиста, своего журналиста, который выполняет задание «Правды Севера» или вообще задание журналиста, задачу журналистскую. В первый раз, когда я там написал материал критический, я не получал от «Правды Севера» задание, но получил защиту. А второй урок мне дал журналист «Правды Севера», мой друг, незабвенный Семён Яковлевич Косухин. Его называли Сёма всё время, или Семён Яковлевич. На самом деле это Соломон Яковлевич. Его отец на Бакарице железную дорогу в 2014 году строил, 90 лет прожил. И он бы прожил долгую жизнь. Но 90-летие я опубликовал эту статью и вспомнил, как он преподнёс мне другой урок «Правды Севера». Он был заведующим отделом «Правды Севера». Он прилетел, ничего не зная. «Правды Севера» ничего не знал, о геологах, экспедициях. Но дали вертолёт, корреспондент «Правды Севера», спецкор «Правды Севера» на вертолёт. Но он уже знал, ему уже сказали, «Юрошники, что там у тебя есть, на Рьянке там такой толкачёв». Он там всё ляп-ляп, он всё там про своих геологов, уже забыл своих оленеводов. И Сёма, Семён Яковлевич, пригласил меня с собой на борт вертолёта. Мы вместе с ним. И мы с ним летали почти целый день. По буровым, по зимникам будущим. И я ему рассказывал. То есть из иллюминатора, это то, 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 то. Рассказывал и всё. Ну, попрощались, и я пошёл своими делами работать, заниматься. Выходит «Правда Севера» быстро, через неделю. Целая полоса перед штурмом называется. Вот как раз это был 1974 год, когда новый город должен быть, когда ринулась коми «Газпром» на кораблях там. Но потом остановился этот процесс, слава богу, и новый Наринмар появился сейчас, через 30-40 лет. И вот получаю «Правды Севера» перед штурмом. И смотрю, подписано. Семён Касухин и Виктор Толкачёв. «Правда Севера», «Обкомовская газета», главная газета. Целая полоса. Я ни слова, строго говоря, не написал. Но я получил такой нравственно-этический урок от «Правды Севера». Если ты, журналист, с кем-то общался, или он тебе помог написать материал, ты обязан отметить его, как-то о нём рассказать или подпись поставить. Когда началась новая эпоха в Наринмаре, вообще в Архангельской области, по постановлению правительства должен был строиться новый Наринмар, и промышленная разведка в 1974 года должна начаться нефть и газа, то закипел и Наринмар новый, и высадились буровые техника. Вообще превратился во что-то такое, что Ненецкий кружком стал на первом месте. И газета «Наринмар» и тогда мудрая газета «Правда Севера» и редактор Иван Мартынович Тягачёв сказали, а что это мы, такие события происходят, всесоюзного масштаба, Новый Город, нефть и газ, а у нас там вообще ничего нет, и Сапкора даже нет. А ну-ка давайте там, ребята. И ребята, Юра Шнитников, нашли меня и сказали, старичок, Юра так обращал, вот такая у тебя есть план, недовозможно. Внутренний я затрепетал. Да ну что, старичок, ты уже публиковался, мы тебя знаем, мы тебя рекомендовали. Я стал летописцем георазведки Ненецкого округа. Операция «Ледовый причал». Вот я придумал такой заголок, «Правда Севера» отдала его на первую полосу. Это значит, самое такое место. Обком партии начинает читать с первой полосы. Обычно он всё знает уже, что будет на первой полосе. А тут неизвестность. Операция «Ледовый причал». И она состоялась. Включилась «Правда Севера». Корабль пошёл, весь Архангельс грузил там, на Бакарице эти грузы. И корабль пошёл, Валдай лез. И капитан Зубов на ледоколе шёл, сопровождал его. И на борту этого судна, Валдай лез, был цапкур «Правда Севера» второй, Тюрин Владимир Михайлович. Он писал, давал свои репортажи с борта, а я из Варандея. Мы писали в четыре руки. И это был праздник для варандейцев, потому что они получили буровые установки, буровое оборудование, машины, трубы. И сразу пошли в тундру. И через несколько месяцев, это в марте, да, в июне было открыто варандейское месторождение. И «Правда Севера» опять отличилась. Она опубликовала материал цапкора своего об открытии варандейской нефти в воскресном номере, то есть в июне 75-го года, тогда, когда были выходные дни. Вот это было время, 74-75-е годы, когда геологоразведчиков носили на руках и пласти партийные, и хозяйственные, и отоваривали продуктами, в первую очередь. Им давали всё, что они хотели. И вертолёты, и журналисты то же самое. Оды пели, в том числе и ваш покорный слуга. Операция «Ледовый причал» вошла потом в сленг. Много лет назывались операции уже. «Ледовый причал» 78, 79, 80. «Ледовик» потом дальше пошёл. «Правда Севера» участвовал. И вдруг мы заметили, наши журналисты, Серёжа Бычигин побывал в тундре, отснял такое безобразие. Им же нужно было выполнять план геологоразведчикам. Надо забуривать новые, новые буровые. План! И они бросали старые места, они бросали железо, трубы, они бросали мешки с цементами, развалины от балков. Ужас! Вот так. И он наснимал эти снимки, мы в Нарьянке опубликовали. И, конечно, Сапкор не мог. И я тоже уже это видел. И я взял снимки и направил в газету «Правда Севера», которая называлась статья «Тундра ждёт защиты». Тогда был закон о действенности прессы партийной. Каждая организация, затронутая в печати, через неделю должна дать было ответ. Или подтверждающий и принятые меры, или разоблачающий вот этого некомпетентного, там, или кого-нибудь злого, такого журналиста. Пришёл ответ и «Правда Севера» и направила меня как к Сапкору, автору материала. Я прочитал этот ответ, ну, я уже много лет, сколько, 76-й, значит, ну, в общем, я уже несколько, года 4 работал с геологами, и я вижу в этом ответе инструкция по тому, как нужно оставлять места буровых. То есть надо всё убрать, всё вывести, не нужно закопать, нужно увести и мало закопать, ещё рекультивировать и ещё что-нибудь засеять. И я читаю эту инструкцию как ответ на критический материал. Я-то в тундре всё время мотаюсь, каждый материал идёт один за другим, и я написал статью, что так вот и написано там, за бумажным благополучием. Я читаю инструкцию, на самом деле она не исполняется, или руководители не знают, или не хотят знать, и просто вправляют мозги уважаемым читателям. Резкая статья была, «Правда Севера» её опубликовала. Сам журналист, он должен быть личностью, он должен своим критическим материалом быть безукоризненным. Я уже разработал систему эшелонированной обороны. Вот первый новый редут. Второй редут – документы. Третий редут – люди, которые мне открыли правду, но я не открываю эти имена, только под судом открою. «Правда Севера» эпохи Стегачёва – это была лучшая газета, я бы так сказал, всех времён народов северных. И в это время все, кто работал в ней, будут говорить, что они были счастливы. Вот будете записывать, так они и будут говорить. После ухода из «Правды Севера» Виктор Фёдорович несколько лет не сотрудничал со зданием. Возобновил отношения уже как внештатный автор. Публикуется в газете до сих пор. Толкачёв всю жизнь занимается творчеством. Вместе с режиссёром Валентином Рассказовым выпускал киножурнал «Поморские вести». Преподавал на кафедре журналистики в САФУ. Выпустил книгу «Закон Капкана» и энциклопедию «Архангельские журналисты XX века». Сейчас готовят к печати новые книги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова